Назарбаев 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 меня воспринимал как своего политического оппонента, который затаился, как он считал, окружение. Назарбаева воспринимала меня как возможного конкурента, и все время ему говорили, он вас не простит. Это я слышал из уст очень высокопоставленных лиц сначала. Ну как, он тебя посадил в тюрьму, у тебя все отобрал, ты его никогда не простишь, мы понимаем. А затем как-то я ужинал с Назарбаевым, и он мне говорит, слушай, ну ты что, наверное, никогда меня не простишь. Ну прости меня, вот так получилось, там разные события, вот у тебя конфликт был с моим зятем, вот я неправильно поступил, прости меня. Это вот присутствие 20-30 человек, потом один на один мы с ним сидели, ужинали. Я говорю, да ладно, уже проехали, давайте вот с чистого листа двигаемся, все нормально. И он все время переживал, потому что окружение ему это говорило, он вас никогда не простит, он вас никогда не простит. Это способ выдавить конкурента из, скажем, возможного влияния на главу государства. Это было первое. Поэтому он воспринимал меня, что я затаился, и когда будет какой-то момент, я безусловно отыграюсь. Это первое. Второе, он меня воспринимал как своего потенциального политического оппонента, и считал, что я богатый, независимый, и, соответственно, опасный. Этот шаг был очень рискованный, не характерный, между прочим, для Назарбаева. Я, честно скажу, в полной мере не верил, что он это сделает. Почему? Потому что я его очень хорошо знаю, что там, где есть риски, он старается туда не идти. Другим способом, медленно, постепенно добиться своей цели. Конечно, я получал предупреждение от руководителя спецслужб. Аман Шабдарбаев ко мне приходил, говорил, отдай ему 50%, он все равно своего будет добиваться. Лучше отдай, добровольно отдай. Другие люди, помощники его, Тимуратов, Булат, который был управляющим делами президента, все там меня поджимали, но я маневрировал и считал, что на такое решиться, захватить банк, чтобы получить разрушительные последствия, нужно быть просто сумасшедшим.